МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы были начальником отдела безопасности дорог управления дорог Енисеев М-54. Как так получилось от дорог к небу? Это высокому доверию главы республики ТВ, Шалону Ильичу Каравову, доверил такую организацию с таким штатом огромным и с такой техникой. Работа очень ответственная, и надо быть всегда на чеку. А с какими первыми сложностями столкнулись, когда вступили в должность? Когда вступил в должность, самое первое, получается, надо ознакомиться с техникой, с коллективом и что-то такое узнать. То есть коллектив очень большой. У нас сейчас штат увеличился, у нас уже 150 человек. Не только летчики у нас, техники, гасоимщики у нас. У нас даже есть своя столовая. То есть полетал на вертолетах, посмотрел, что это такое. И, соответственно, на самолетах еще тоже были учебные и ознакомительные полеты. Насколько нам известно, сейчас активно приобретается авиатехника. Что даст это жителям республики? И где-то, возможно, уже в каких-то мероприятиях применялась она по назначению или нет? Расскажите поподробнее. Ну, благодаря главе республики, благодаря нашему правительству в этом году, все мы знаем, мы закупили два новых вертолета, новые модификации. Это вертолет типа Ми-8АМТ-2. То есть там совершенно новое оборудование стоит. Там есть СЛГ-300. То есть это в гражданской авиации вообще впервые встречается. То есть в Российской Федерации на территории мы единственная республика, единственная авиакомпания, которая у нас вертолет вот с такой модификацией. То есть она дает, именно когда ПСО, поисково-спасательная работа, то есть мы можем спускать наших спасателей на этих тросах. То есть она выдерживает до 150-200 килограммов. То есть очень такая нужная вещь, тем более для горной местности. Обычно она встречается только в военных вертолетах. Где-то уже задействовалась? Пока только на учебных тренировках. И дай бог, да? И дай бог, да. Ну, возможно, при такой грузоподъемности, также помню, в новостях анонсировалось, что данный тип вертолетов может применяться и в туристическом направлении, в рамках перевозки туристов, в рамках перевозки пассажиров, как в гражданской авиации. В этом направлении не рассматривается применение данной техники? Уже рассматривались, уже у нас туристы были, уже испытали, что такое Ми-8, Тэшка она старенькая, да, и что такое Ми-8 АМТ. То есть там даже грузоподъемность больше, то есть она мощнее, и дальность полета у нас еще получается больше. То есть мы заказали еще дополнительные баки, это наружные некоторых есть, некоторых внутренние баки есть. То есть дальний полет у нас увеличивается до 3000 километров. То есть по всей республике мы можем объектеть и обратно вернуться на точку базирования. Здорово. В ваших планах сделать более доступным цены на авиаперелеты до города Москвы, города Иркутска и Красноярска. Несмотря на то, что цены по сравнению с тем же самым Абаканом и без того в среднем на 4000 ниже, как планируется достигнуть таких результатов, совместно с какими организациями, и как вообще получилось достигнуть даже действующего результата, да, такой цены хорошей? У нас вот с 2011, точно не могу сказать, с 2010, то есть у нас был посредник, да, то есть два посредника были. То есть они постоянно мониторили наш рынок, они постоянно были поставщиками у нас авиакеросина. То есть цены за счет посредничества были очень большие. То есть с этого года мы месяц назад, наверное, уже мы полностью взяли под свой контроль, сейчас полностью ТВАВИА все снабжает, то есть заправляет наши сейчас все рисы, Москва, Иркутск, Красноярск, Новосибирск. ТВАВИА сама сейчас получается через напрямую с заводом-изготовителем, то есть это Ачинский МПЗ, сейчас напрямую договор заключили и работаем уже без всяких посредников. И это очень сразу влияет на рост цен. То есть цен у нас сейчас очень приемлемый, это можно ощутить уже с сентября месяца. В сентябре уже будут более доступные, еще более доступные? Более доступные будут, еще субсидированные рейсы у нас опять появятся, так как Министерство дорожного транспорта уже начнет наши вот эти Ираэра и Нордстара субсидировать. Жители республики с ностальгией вспоминают времена, когда можно было пользоваться внутренним авиасообщением. Что делается в данном направлении? Мы уже разработали маршрут именно для внутренних рейсов, то есть это у нас следующего года самые основные такие точки будут, это Кунгуртуг и Мингунтайга. То есть знаете, да, что самые труднодоступные, то есть у нас горожане, наши жители туда, в Мингунтайгу там около 10-11 часов на машинах ездят, а в Кунгурту там более суток, более там даже двое суток иногда, да, доходит. То есть мы сейчас разработали и хотим уже в этом году закупить новые типы, есть АМ-2, это ТВС-2 называется, АМ-2, новые самолеты. То есть в сентябре я еду на завод изготовителей, будем разговаривать уже о ризингах, о каких-то платежах, о приобретениях. То есть уже на деле посмотрим, что они из себя представляют. То есть уже заводом уже ведутся разговоры. Если не секрет, завод изготовителей это... В Новосибирск. В Новосибирск. Да, в Новосибирск. Я почему-то думал, что у нас в Лон-Удэ в основном там же тоже авиазаводы. В Лон-Удэ у нас, она производится авиазавод, она только вертолеты, не 8. Вертолеты, да, делают. Вертолеты, да. То есть у нас два вертолетных завода в Российской Федерации, это Казанский завод, который мы в этом году два приобрели. У нас еще прошлогодний есть тоже новый вертолет, пацан авиации идет, это вот Уландынский завод. Международные авиаперелеты, вот лето, подходит уже к концу, но все равно, так или иначе, у людей возникает вопрос, когда уже будут международные рейсы из республики в соседние страны? Ну, в этом году съездил в город Улан-Батор, переговорил с монгольской авиакомпанией, называется Хунаер, Монголия, то есть переговорил с директором, они изъявили желание, то есть они, оказывается, еще в прошлом году начали разрабатывать, изучать наш рынок, им очень тоже интересен, у них уже маршрут уже построен, где-то, я думаю, в сентябре, в конце, они должны уже, представители, сюда приехать, посмотреть наш аэропорт, требования посмотреть, и наша авиакомпания будет именно поставлять им авиатопливо, то есть заправлять от крыла до крыла, получается. Соответственно, не можем обойти стороной вопрос, что также неоднократно в средствах массовой информации озвучивался тот факт, что аэропорт города Козыла, ему планируется придать статус международного. В данном направлении, как вы смотрите перспективу развития, когда это будет, когда это получится у нас, наконец-то, в нашей республике осуществить? Ну, чисто мое мнение, как соседи, которые работающие рядом с аэропортом, я думаю, это в течение, наверное, двух месяцев, я думаю, что они получатся, так как у нас взлетно-посадочная полоса уже готова, по всем требованиям, требования уже идти, уже пройдены, только надо чуть-чуть подождать жителям. Наши ребята с республики ТВА, когда сядут за штурвал, как пилоты, когда уже будем иметь своих асов, гражданской авиации, так и военной? Ну, наши летают, всех у нас на Ми-8, на Ми-МТ, мы их уже переучили, на Ми-2 они летали, но в этом году у нас набор был детей, то есть совместно с Министерством образования мы направили 9 детей, то есть из них 6 уже поступили, то есть мы вот через 3 года уже ожидаем, 4 авиотехника будут и 2 бортмеханика будут, то есть это Казанский завод, Московский и Санкт-Петербургский. Как проходит обучение? Это за счет республики или это какой-то совместно образовательный проект? Обучение, мы, так говорится, так уже заключили с ребятами, уже контракт ученический, да, то есть обучение полностью за 3-4, за 3 года мы оплачиваем 2 авиакомпании и еще даем им стипенди ежемесячную. С учетом того, что в случае успешного окончания учебного заведения ребята возвращаются? Да, обязательно 3 года они на свою авиакомпанию должны отработать. Понятно. На Гори-Даге в прошлом году вы установили Канавясь. С вашим участием происходило это мероприятие. Расскажите, пожалуйста, про него поподробнее. Мероприятие очень спонтанное. Было решение такое. Долго-долго думал, даже не долго, вот в течение недели, наверное, это все в голову пришло. Испокон у нас традиции, да, у туинцев, там возле большой вершины, там, например, у нас это Улугар, да, называется, там преподношение у нас особенно ко дню шага у нас преподносят там еду, там, 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 потом у нас вывешивают там Хадак Азар, называется, Хейят Углу Азар, то есть, и у нас в Козеле у нас самая такая большая гора у нас рядом, да, получается, это у нас гора Тюгэ. Посмотрел, что на вершине у нас люди приходят, кто-то на молитву приходит, кто-то там просто отдыхать приходит, и вот для Хадаков у нас вообще места нету. И просто решил, со всеми нашими властями переговорил, разрешение взял и построил вот канавязь этот дружбу, да, так скажем. И сейчас можете прийти, вот, благодаря, конечно, Министерству культуры, они вот ежемесячно туда люди отправляют, то есть каждый месяц, ну, в течение месяца люди приходят, и она заполняется, и Министерство культуры переходит, чистят это все, то есть они вот обновляют, 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 вот эти Кадаки, там огромное, большое количество уже, то есть люди уже, как традиционно, начали туда приходить, и даже на шага у нас туда люди приходят, и вот Хадаки ходят, только туда вешают сейчас, то есть традиционным местом стало. Скажем так, с экологической точки зрения, Министерство культуры, да, помогает? Да, спасибо большое, Министерство культуры. Именно в том, чтобы все это слишком быстро не пришло в нефункциональное состояние, да? В прошлый раз даже заметил, что Министерство природы там акцию проводили по очистке этой территории. Ну, очень часто на самом деле смотришь и волонтерские какие-то объединения постоянно на ДГ приводят в порядок все традиционно священные места. Пожелания нашим радиослушателям от вас? Ну, всем телезрителям и слушателям добра, счастья, здоровья, занимайтесь и спортом. Мы тоже здоровый образ жизни. У нас в гостях был еще раз напомню Чингис Анисович Каминов. Мы желаем вам успехов во всем и всего-всего самого лучшего. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok